Освещение воздушного судна – финальная часть предполетной подготовки. Еще один самарский самолет Ан-140 отправляется на службу. За все время эксплуатации таких машин не было никаких нареканий. Самолет исправно служит в армии, хотя изначально создавался для гражданской авиации. И вот снова оказался в центре внимания высшего руководства страны. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития авиастроения на повестке дня создания российского самолета для региональных перевозок. Собственный региональный самолет, особенно с возможностями посадки и взлета с грунтовых полос, имеет для нас большое значение. В свое время таких самолетов было у нас немало. Парк был большой, использовались широко. Но они все устарели, уже нет смысла к этому возвращаться. Нам нужен новый самолет. Можно, конечно, приобретать эту технику по импорту, как мы делали до сих пор. Но для такой страны, как нашей, конечно, нужна собственная машина с такой огромной территорией, как у нас. Было предложено рассмотреть четыре самолета, в их числе Ан-140. Это уже девятый Ан-140, собранный по заказу Министерства обороны. Четыре подобных самолета уже эксплуатировались в гражданской авиации. А чтобы стать лидером в региональных перевозках России, у машины есть все необходимые конкурентные преимущества. Может летать при температуре минус 55 градусов даже севернее 70-й параллели и приземляться на неприспособленную поверхность. Кроме того, из всех представленных на совещании машин, это единственные, которые уже есть в наличии. Все остальные существуют пока только на бумаге. Самарский авиакор, авиационный завод вполне мог бы в перспективе собирать 20-25 самолетов в год. Но сам проект изначально задумывался в кооперации с украинскими предприятиями. Из 174 заводов, которые делают детали для Ан-140, 34 за кордоном. Чтобы самолет был, нужно налаживать свое производство. Самолет из той четверки, единственный, который производится, производится реально, производится на нашем заводе авиакор, который показал наилучшие характеристики в эксплуатации. Мы понимаем, что вопрос импортозамещения существует, но при его реализации проект Ан-140 будет наименее затратным из этих представленных четырех самолетов. Кроме того, нужно решить вопрос с документацией, которая сегодня принадлежит киевскому КБ Антонов. Если это удастся сделать, Ан-140 станет полностью российским брендом. У государства появится свой самолет, а у Самарского завода заказ на многие годы вперед. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.